Большой всем привет! Ну что ж, давайте поговорим об этой своеобразной игре. Я уже сделал предварительное видео, в котором предложил выкупить у меня этот кикстартер со всеми дополнениями, с кучей всего, но поступило много просьб хотя бы примерно рассказать про эту игру, и я все-таки расскажу для вас, мои дорогие зрители. Хотя бы примерно, и вы поймете вот с этим описанием, с базовыми правилами, вы поймете, почему мне очень сложно показать игровой процесс в этой игре. Настолько конкурентную игру, ну, сложно представить. Фактически здесь очень сильное взаимодействие, и как-то в нее развлечься соло почти невозможно. Да, можно что-то придумать, я в этом спец, но тем не менее, когда вы увидите базовые правила, вы поймете, почему я ее вот до сих пор на канале не показывал, несмотря на то, что это одна из таких интересных игр, которые я осознанно хотел в свою коллекцию, так как она в сфере моих интересов. Что же здесь в сфере, что же в этой сфере есть? Это не совсем dungeon crawler, это евро с элементами dungeon crawler, причем здесь нет сражений вообще. Мы играем за таких ученых, которые пытаются защитить диссертацию, и проявить себя как ученый. А для этого они отправляются в затерянный какой-то мир, в котором лазают и пытаются изучить некую цивилизацию, у которой есть несколько аспектов. На планшете каждого игрока, который отображает такую книжку, записную книжку исследователя, есть пять граф, которые отражают разные аспекты той цивилизации, которую мы ищем. Первое, самое простое, это то, как мир устроен вот этот, который мы ищем, то есть какое у них хозяйство, какие дома, все остальное. Следующая красная, более дорогие и более сложная информация, это военное дело, как они воюют, с кем воюют и так далее. Еще более сложная это религия, более сложная экономика и уже последнее, это более глубокие отношения кастовые, не знаю, как там короли, принцессы и так далее в этом мире. И мы получаем информацию об этой цивилизации, заполняя вот эти графы кубиками. И та цифра, которая вверху, она отображает наши победные очки. То есть фактически мы играем на победные очки, но это ни разу не евро. Почему это не евро? Потому что тут вступает в систему, в игру очень много рандома. И рандом здесь и на выходе того, что мы исследуем. И, конечно, главный, большущий и ключевой рандом, это на картах. Мы играем вот такой колодой карт, каждый из которых создает неопределенность. То есть мы можем с помощью этих карт выполнять огромное количество действий. И прежде чем мы перейдем к картам, я расскажу еще о том, чем же мы тут занимаемся. Так вот, в отличие от других даже кроллеров, где нам нужно мочить монстров, мы здесь от монстров прячемся. Есть босс этого мира, который вот такой красивый. В дополнениях их еще куча, а в базе только вот один он, Quarrel Som Latteus. У него есть краткое поведение, причем есть две стороны, посложнее и попроще. И он активируется, когда мы его находим, просто создает нам некоторый дискомфорт в нашем исследовании этого мира. И в отличие от данжек роллеров, здесь нет, вот помимо этого врага, других нет врагов. Но врагами начинают выступать наши противники, которые здесь выполняют роль очень вредных таких товарищей, мешающие нам защищать диссертацию. Ломают информацию, воруют наши записи, мешают нам взаимодействовать с миром и получать какую-то ценную информацию. То есть игра, я не хочу это слово произносить, но вынужден, потому что очень похоже, это навороченный манчкин. Потому что все эти карты вы можете использовать как на свое благо, так и подпортить жизнь другому игроку. Именно поэтому я игру эту не показывал на канале, потому что сложно красиво отобразить в соло-режиме игру, когда все завязано на вреде друг другу. То есть это не евро, это больше такой гибридный жанр, где набор очков больше формальности. Да, игра напоминает чем-то Войны Черной Розы с таким же активнейшим взаимодействием. Итак, мы все берем себе роль, берем себе планшет и берем себе роль. У нас в начале есть личные свойства нашего персонажа, довольно сильные, а также базовые свойства. Какие здесь свойства есть? В начале это то количество студентов, которые мы получаем, чтобы нам работать, потому что мы типа доценты, ну не знаю, там какая-то более высокая ранг, чем просто студенты. И мы с этой группой студентов отправляемся в леса, они довольно опасные. И студенты здесь будут как расходные материалы, иногда они будут теряться в лесах, иногда их будут сживать местные обстоятельства. Иногда мы их сами будем, ну тут написано так, типа жертвоприношения студента, ну типа он будет теряться в наших экспериментах. В общем, с ними все будет печально. Дальше, второй параметр. Это количество карт, которые мы держим в руке, получаем в руке. То есть держать мы можем максимальное количество, но в каждый ход мы получаем до четырех. То есть если у нас там, допустим, десять, то мы ничего не получим. Если три, то мы до четырех доберем. А дальше скорость, то есть насколько гексов, ну здесь не гекс, или насколько квадратиков местности мы можем перемещаться. Следующий параметр это интеллект. Это сколько кубов информации мы можем переварить, даже не кубов, то как бы оно выглядит как кубов, но сколько объем информации, которую мы можем переварить за один свое изучение. То есть, ну это похоже. То есть в механике это количество кубов, которые мы можем захватить за один раз. Дальше, стамина или выносливость. Это сколько жетонов усталости на нас может быть, мы можем держать, чтобы продолжать свои ходы. Если у нас будет три или больше, мы вынуждены отдыхать, скидываем и теряем ход. Ну и последнее, это количество кубов, количество информации, которые мы должны получить, чтобы получить ключевую информацию и посмотреть, кто у нас лидер того племени, которые мы изучаем. Как только мы получаем эту базовую жетон, мы всегда можем зайти вот сюда и посмотреть, кого мы изучаем. И вот это тоже случайным образом выбирается на игру. И вот в данной партии мы бы изучали поклоняющихся крови. И наша цель игры, то есть игра заканчивается тогда, когда кто-то защитит диссертацию по данному племени. Для этого мы должны набрать 30 очков. То есть 30 очков, ну вы видите, что здесь цифры довольно большие. То есть можно набрать кучу кубов, вот здесь 26 получить и допустим здесь 25. Вот оно будет 51 очко. Тогда мы можем защитить эту диссертацию. После чего начинается триггер конца игры. И все торопятся защитить диссертацию, потому что первый защитивший получит 10 очков, второй семь, третий пять и последний три. После того, как защитили диссертацию, начинается паника. Здесь вступают в игру особые карты паники и меняются немножко правила. Ну и начинается триггер конца игры. То есть вот с помощью этого мы можем посмотреть, сколько нужно нам очков, чтобы защитить диссертацию и какие есть модификаторы. То есть племя, поклоняющиеся крови, то за информацию по их военному делу мы получаем дополнительный плюс два очка за куб. И ну вот религия, например, не принесет, она наоборот минус один будет приносить. Все остальное равенство. Ну и за их экономику мы тоже будем получать дополнительные победные очки. То есть эту информацию важно получить, потому что тогда мы можем быстрее накопить нужное количество очков и первыми защититься. Вроде бы все просто. Копите кубики, собираете их вот в этих местностях и пытаетесь победить. Было бы все просто, если бы не было карт. Карты здесь называются карты трюков, карты хитростей, с помощью которых мы можем взаимодействовать как с текущим миром, так и с другими конкурентами, так и вообще со всем, что здесь происходит. Они бывают шести типов. Например, черные карты. Что они дают? Значок с таким черепом, скелетом. Это означает, что мы должны пожертвовать, чтобы выполнить это действие, мы должны пожертвовать одним из своих студентов. Дальше. Студенты из академии прибывают к нашему огоньку, так скажем. Это дополнительная механика. Вот данный мешочек это академия, с которой мы тащим студентов и выкладываем здесь вокруг костра. Они тоже нужны для механики, для розыгрыша карт и еще для одной интересной вещи в этой игре. Среди этих студентов есть наши, так скажем, недоброжелатели, так называемые студенты кафедры Омеги. Они красного цвета. Как только они появляются, они начинают проповедь местного жителей против нас, что типа вот мы чужаки пришли и что-то хотим им навредить. И появляется опасность, то есть увеличивается опасность нашего пребывания в этом мире и сложнее становится исследовать, сложнее учиться и тому подобное. То есть они у нас, чем чаще мы тянем из этого мешочка фишки студентов, тем становится сложнее играть. Так вот, когда мы, допустим, разыгрываем эту карту, мы должны, во-первых, пожертвовать своим студентам, во-вторых, вытащить двух из академии, положить их у костра, ну и получить один жетон с усталости. Напомню, что у каждого есть предел этих жетонов и когда их накопится количество предела, то мы должны будем пропускать ход. Но, выполняя это, мы выполняем вот это действие. Здесь есть художественный текст, ну и действие. В данном случае, если мы все это выполним, то мы стащим один информационный куб по вашему выбору у конкурента, который находится в вашей зоне. То есть, вы прячете эту карту, допустим, какая-то зона приходит, вы находитесь с врагом, вернее, с конкурентом в этой зоне, разыграли эту карту и стащили у него куб какой-то, любой. А если у него ценный, допустим, фиолетовый, ну, будет обидно. Да, на это приходится очень много всего потратить, но, тем не менее. Помимо основного свойства, у каждой карты есть куча дополнительных действий. Циферка здесь означает параметр скрытности, потому что все действия в этой игре, они зависят от того, какая у вас есть скрытность. И мы должны познакомиться с местностью. Местность очень красивая, просто, ну, тайлы прямо очень хорошие. У каждого тайла есть, у каждой местности есть параметр скрытности. То есть, чтобы взять здесь кубик, вот, допустим, когда мы вышли сюда, мы пристраиваем, во-первых, выход вот так, 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 как угодно. Главное, чтобы соединялось. И размещаем кубики соответствующей местности. То есть, здесь, вот, по беседам с этой овечкой, посмотрев, что здесь есть, мы сможем получить информацию о хозяйстве и о религии, данной культуру, которую мы исследуем. Но чтобы захватить эти кубы, мы можем, мы должны потратить количество единиц скрытности, в зависимости от того, сколько мы хотим кубов приобрести. Если мы хотим приобрести не один куб, а два, то сложность увеличивается по вот этой шкале. То есть, за два куба плюс один, за три, плюс три и так далее. Два мы можем захватить, потому что наш параметр интеллекта, например, у Винцензо, у Винцензо, три. То есть, мы до трех кубов можем за один раз преодолеть. И теперь смотрим, допустим, какие у нас есть карты. Чтобы взять, если он, Винцензо, у нас здесь оказался, допустим, где-то, всем, все мы тут оказались, и Винцензо хочет забрать данные кубы. Он говорит, ага, два, это три скрытности плюс, плюс, плюс один из-за шкалы прогресса. То есть, четыре всего лишь нужно. Четыре, это можно скинуть вот эту карту, можно вот эта единоразовая, такой молнии, это мгновенный эффект. То есть, можно добавить плюс три скрытности. Тогда это не сработает. Либо взять, допустим, вот эту карту. Это другой тип, самый простой, где есть показатель скрытности, но большой показатель, плюс возможности использовать мгновенные эффекты. То есть, если я разыгрываю как скрытность, я говорю, у меня вот эта карта четыре. Я ее разыграл, я покрыл необходимое количество скрытности, чтобы забрать эти два кубика. Но сейчас каждый игрок остальной может докидать свои карты. Если другой, допустим, сыграет вот эту карту, скажет, вот как мгновенное действие. Он говорит, а все, я сложность этой местности увеличиваю плюс три. Он скидывает эту карту, и теперь сложность этой местности уже не четыре, а семь, чтобы за два кубика. То есть, количество кубиков, на которые ты претендуешь, ты должен заранее сказать, и он докидывает. И все, эти четыре уже не работают. Теперь второй игрок думает, а у меня, допустим, он решает, я не буду вредничать. Теперь тот игрок, который начал, он смотрит на свои карты и думает, а могу я перебить все-таки, потому что плюс три стало с этой карты, плюс три здесь, плюс один за два кубика, это семь. А он четыре сыграл. То есть, мне нужно еще три. Ну, если у него много карт, он может сыграть, допустим, вот эти как четыре скрытности, или докинуть предсказания, сыграть вот это как мгновенное предсказание. Это когда скидываешь и тянешь вслепую, и то, что там выпадет, тебе добавится к твоему модификатору. А можно, ну да, можно просто как сыграть две и все, если карты, конечно, есть. То есть, происходит взятие кубов информации просто так ты не возьмешь. Если противники не находятся в центральном тайле, они могут влиять, они могут участвовать и усложнять тебе задачу. Помимо вот этого взятия кубиков, на каждом тайле есть, на этом нету, кстати, да, без свойства, на каждом тайле, ну не на каждом, на многих тайлах есть дополнительные свойства данной местности. Например, вот это дано, что здесь усложнен поиск, потому что гадание идет с минусом. Красный значок означает, что мы усложняем поиск случайной картой, то есть тянем карту и добавляем к сложности здесь розыска. Но зато здесь есть у нас палатка, то есть можно выполнять действие отдыха, не перемещаясь на центральную тайл, то есть можно здесь, допустим, передушку сделать. Ну и там достаточно большое количество значков, вот посмотрите, справочником всегда под рукой, можно определить, кто и как работает. Когда вот такой значок, это означает, что если выйдет еще один тайл с такой же буквой А, то они как бы будут связаны. То есть если я здесь положил, то второй выйдет здесь, я смогу перемещаться вот так. Есть довольно большое количество, как вы видите, таких местностей, они усложняют работу с перемещением. За перемещение у нас отвечает параметр движения у каждого. И как вот происходит движение? Движение мы делаем бесплатно, но когда мы выбираем двигаться в новую местность, мы обязаны туда встать. То есть, допустим, мы выбрали вот это. Если вы выбрали движение, то раз мы перешли. Потом вы передвигаетесь дальше, то есть если у нас движение 3, например, то я могу двигаться дальше. Вот так. И еще раз двинуться, допустим, вот так. Давайте какой-то тайл выберу с лестницей. И вот чего мы ищем? Мы ищем углубления в подземелье. И когда появляется вот такой значок местности, это означает, что следующий тайл, который мы будем присоединять к этому, он будет уже из второго уровня. То есть мы погружаемся. Они сложнее. Там больше всего, конечно, ценного, но и опаснее. Вот смотрите, второго уровня. Когда мы кладем уже второго уровня, то мы здесь размещаем лестницу, что с этого тайла идет погружение. Специальный жетончик. И уже с этого можно погрузиться. Если мы найдем такой тайл с погружением на третий уровень, то мы еще погрузимся. Там еще сложнее. Соответственно, появляется и вот этот босс появится и начнет за нами бегать и делать больно. Появятся более сложные проверки. Появятся даже закрытые ходы, которые нужно будет преодолевать, только имея нужную информацию. В общем, даже покажу для интереса, какие тайлы есть. Вот, к примеру, вот этот тайл. Здесь очень много, ну, видимо, какой-то алтарь. То есть мы можем здесь получить кучу информации о религии данного народа и об их управлении. Но при этом, чтобы зайти, мы должны, например, здесь иметь синий куб уже, а не просто войти на халяву. Плюс этот значок означает, что если мы сюда зашли, то мы дальше двигаться не сможем. Плюс здесь у нас предсказание усложняет. В общем, тут... А вот здесь, допустим, босс появится. Активный появится и напад даст. Плюс придется пожертвовать одним из своих студентов. То есть он погибнет, добравшись до вот этой местности. Но зато смотрите, сколько здесь кубов. То есть, чем дальше вы углубляетесь в подземелье, тем больше вы информации получаете, тем становится все навороченнее и интереснее. И, разумеется, когда вы со всем этим занимаетесь, ваши конкуренты тоже не спят, а они смотрят, чтобы вы не набирали много кубов. Плюс здесь очень классная система контроля убегающего лидера. Как это проявляется? Если вы посмотрите на планшет, то здесь есть такие звездочки. Когда у вас есть две звездочки, вы можете претендовать на защиту диссертации. Но как только у вас становится звездочек больше, чем у кого-то, все, кто отстают, переворачивают свою карточку и получают, так скажем, свою злую активную сторону с очень сильными свойствами. И пока вы отстаете, вы можете пользоваться вот этой экзальтированной своей стороной, своей сильной стороной. И если выравнивается, то она возвращается. То есть, таким образом, убегающий лидер здесь контрится. Это большая проблема подобных игр, когда кто-то вырывается настолько, что его не догнать. Вот здесь молодцы авторы, они придумали очень классную систему. Как только кто-то убегает, все остальные становятся просто сильнее и быстро его догоняют. Поэтому сохраняется до последнего. Такая азарт сохраняется до последнего. Что еще здесь есть? Какие есть карты? Я вам рассказал про такой тип карт, про такой тип карт. И есть карты, магические карты с действиями. Да, порядок хода. Порядок хода здесь довольно навороченный, но проще, чем в данных кроллерах обычных. Первая фаза, это защита вашего тезиса об этом народе. Если вы уже имеете информацию, вы можете прямо в начале хода это доказать. Потом отдых, если вы отдыхаете, все остальное вы пропускаете. Ну и потом начинается непосредственно полноценный ход. Это движение, это действие. Действия бывают нескольких видов. Это стадии, то есть изучение. Это значит, что мы заходим и пытаемся получить эти кубы. То есть это действие стадии. Есть действие шпионажа. Это означает, что если вы находитесь рядышком или поблизости от противника, вы можете попробовать стащить с помощью этих карт, стащить у него кубы. Довольно обидно действие. Также есть действие на картах. То есть как раз вот эта карта магическая, она отображается здесь. То есть мы можем выполнять не обучение, не шпионаж, а сыграть вот эту карту в качестве действия. Ну, к примеру, выберите один куб информации на любой записной книжке, то есть у противников тоже, а затем поменяйте их из резерва следующим образом. То есть можно и себе получить, что-то поменять нужно, и можно и другим подпортить информацию. Довольно сильная карта. Ну и еще есть одно действие, редкое. Это эффект зоны. То есть на некоторых тайлах есть вот эти эффекты, которые тоже выполняют определенные действия. Какие еще есть карты действия? Исследования. Подготовьте вашего студента к жизни в дикой природе. Вы жертвуете одним студентом, его, видимо, сожрали. Один приходит из мешочка к костру, но зато вы получаете интерна. Интерн здесь отдельная колода интерна, в которой вы можете себе нанимать, чтобы они вам помогали разными полезными свойствами. Их довольно много. И вот конкретно данные приносит сурвивалиста, то есть специалиста по выживанию. Мы можем его найти, вот он. И имея его, вы получаете, помимо того, что победное очко дополнительно, вы еще и получаете плюс один к движению. Ну и они разнообразные и полезные. То есть с помощью карт вы можете нанимать себе помощников. Я очень люблю, когда в играх такая возможность есть. Зеленая карта тоже отдает возможность получить себе какого-то специалиста, ну и получить студентов, например. Что тоже, как вы понимаете, очень нужно, потому что они постоянно тратятся на все ваши действия. Здесь карту можно сыграть не только для получения, а еще и просто как дополнительное движение. Иногда это очень важно, потому что вас могут просто прекратить, а картами вы можете двигаться дальше. Здесь вот дополнительное действие это это получение двух студентов. То есть карту в данную карту вы можете сыграть тремя способами. Во-первых, просто как скрытность, как единица скрытности, чтобы исследовать, как получение дополнительного интерна или как получение двух студентов. Ну и последний вид карт. Социальная карта, которая связана с большим взаимодействием с другими игроками. Например, эта карта Старый друг. Вы вспоминаетесь давние времена с одним из ваших коллег. Да, появляется два новых у костра из мешочка, но при этом вы выбираете плеера и до игрока какого-то и до конца вашего хода он не может играть карты. То есть вы можете с помощью этого как бы обезопасить какого-то своего конкурента и сыграть, допустим, что-то полезное. Как вы видите, карты все разные. Здесь, по-моему, дублей даже нет, кроме вот этих карт, которые дают много скрытности. И все они действуют по-разному. За счет них идет вариативность игрового процесса. И вот здесь появляется вот это своего рода такой навороченный крутой мальчик, когда вы можете эти карты подкидывать врагу, если он сильно вырвался, забирайте у него кубики, воздействовать разнообразнейшим образом. И хотя по сути игра не про борьбу, не про махание мечей, но она очень и очень злая, как вы понимаете. Потому что забирать друг у друга нужные вам кубы информации, это иногда обиднее, чем получить там, не знаю, мечом или заклинанием в какой-нибудь войнах черной розы. Помимо всего этого, тут еще огромное количество всего намешано. Это и действия группы Омега, которая всегда вредит. Если она выходит, эта карта, то мало приятного происходит. Да, ходит вот этот человек, который тоже начинает быть, чем вы дальше в глубину подземелья уходите, тем он активнее действует. Есть куча дополнений и модулей, которые можно добавлять к этой игре. Есть несколько видов правил сложностей. Вот эти карты тоже меняют сложность игры. И в той коробке, которую я так и не дождался, там еще десятки-десятки разных модулей. Но даже в базовом своем варианте игра, игра по-своему весьма и весьма интересна и весьма оригинальна. И как вы понимаете, я ее на канале как таковую в полном своем великолепии показать просто не могу. Потому что здесь основная игра все-таки идет на картах и даже если я возьму вот этих трех персонажей и попытаюсь с ними сделать летсплей, мне придется что-то такое изображать, типа я не знаю какие карты. То есть мне играть за каждого и держать карты, забывая, играя за Ребекко, например, забыть какие карты у Винсенса и Софии. Итак, показать вам игровой процесс я в принципе смогу, но полноценно играть в эту игру я без соло-модуля хорошего, без других игроков я не смогу. Именно поэтому вот такая немножко грустная история, очередная, что я игру вроде бы и хотел ее в коллекции оставить и хочу оставить ее в коллекции, но я понимаю, что играть в нее я толком не могу, не смогу. И с одной стороны мне хочется полноценно изучить правила, я вот их как бы пересказал, насколько я понял, но на самом деле я даже еще ни одной партии не играл и все нюансы вам передать не могу. Поэтому с одной стороны я вот сделал такое обзорное видео, чтобы люди хотя бы получили более или менее представление о том, что из себя представляет игра Dungeonology, и те, кто действительно заинтересуются и те, кто понимают, что для них их, для их ячейки игровой это просто, ну, находка, они могли уже осознанно приобрести, допустим, эту игру, вот прямо у меня забрать можно, по цене дешевле, чем на Кикстартере, кстати. Либо наоборот, если вы хотите эту игру увидеть на канале в каком-то виде, чтобы я распечатал соло-режим, чтобы я изучил нормально правила, чтобы придумал какой-то летсплей именно для канала, то тоже есть такая возможность, я в качестве эксперимента там сделал на Boosty возможность проголосовать деньгами за этот вариант. Так или иначе, что-то с этой игрой решится. Либо мы будем ее подробно разбирать на канале, и вдруг она тоже станет одной из любимых, кто его знает, чем черт не шутит. Либо она найдет своего владельца и будет радовать игровую группу, для которой она подходит. А пока, я надеюсь, этого обзора было достаточно, чтобы получить представление об этом оригинальном представителе жанра настолкастроения, и посмотрите, какая же все-таки эта красота, и как вот действительно нужно делать настольные игры с точки зрения продакшена. Прям вообще придраться ни к чему. Красивейшая графика, функциональность, многослойные планшеты, отличные миниатюры и огромное количество вариативных карт. И это только база, без всяких дополнений. Субтитры создавал DimaTorzok